приветствую уважаемые зрители в этом видео расскажу несколько секретов все честно как и всегда без обмана и для того чтобы рассказать сегодня вам все для примера у меня есть наша авторская прикормка фидерная и ароматизатор сегодня расскажу на примере готового ароматизатора и так в чем же главная суть суть видео в том что прикормки как и в магазине так и прикормки созданные собственными руками в них всегда недостаточно запах точнее мы готовим прикормки также и на производстве их делают достаточно ароматным но спустя время те самые жидкие ароматизаторы они имеют свойство выветриваться лишь малая их часть остается в прикормке но без сомнения многие производители прикормок в основном дешевого сегмента жалеют добавлять ароматизаторы в свои прикормки и тем самым страдаем мы когда покупаем прикормку а по факту она получается просто некий объем пустышка без запаха без каких-либо свойств поэтому и существуют дополнительные добавки в прикормку сиропы и ликвиды дипы аттрактанты масла также чтобы дополнительно прикормку ароматизировать сделать ее лучше вывести ее по ароматике вывести ее на рабочий уровень но и тут нужно иметь голову если прикормка у нас сливовая и мы захотим добавить в нее ананасовый аттрактант то это может показать как хороший результат так и показать отрицательный результат ведь мы не знаем если это покупная прикормка какой изначально в ней был ароматизатор если они смешаются могут дать непонятный запах и этот непонятный запах он не отпугнет рыбу но и желаемого клёва он не даст конечно процессе приготовления прикормку можно достаточно ароматизировать но все равно некоторый запах он все равно потеряются если мы будем применять не свежую прикормку не свежую прикормку я имею ввиду то что прикормку которую мы сделали например три месяца назад четыре месяца назад в ней запах уже скорее всего относительно потерялся но если прикормку мы ароматизировали неделю назад и планируем ловить этой прикормкой завтра то конечно проблем никаких не будет и бывает так что берешь прикормку замешиваешь вроде пахнет но при контакте с водой при недостаточном при недостаточной ароматизации этот запах тоже очень быстро потеряется и не будет иметь способность привлечения рыбы поэтому тоже нужно использовать дополнительные ароматизаторы аттрактанты масла летом лучше всего конечно применять масла так как они практически ничего не стоят вытяжки можно делать своими руками и прекрасно это работает на всю мирную рыбу благодарю всех за поддержку подписывайтесь на канал кто еще не подписан до скорых встреч на канале авторская прикормка